Вернулись к истокам. С этого года Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области через уполномоченное агентство занялся взысканием долгов. Выверку по оплате взносов произведут по 119 многоквартирным домам в Щёлкове, что составляет десятую часть всего жилого фонда. Ситуацию обсудили на круглом столе, организованном местным отделением «Единой России». Поводом послужили многочисленные обращения граждан в общественные приёмные партии. Люди увидели в квитанциях долги на пятизначные суммы. «Приходят жители и говорят, вот у нас почему-то три года не было оплаты капитального ремонта. И вдруг приходят счета, на которых просто такие внушительные суммы, якобы долг. Мы и попросили вас собраться, чтобы в рамках круглого стола обсудить эту проблему». Основной объём недоимки скопился по долгам, включённым в региональную программу капремонта, по которым никогда не начислялись вносы. Проблемами оказались и дома, где средства аккумулировались на спецсчетах, созданных, как утверждают в фонде капремонта, по мошенническим схемам. Но даже этот факт не повод называть ситуацию критической. «Если проследить вообще структуру того, по каким домам начислялось, это всего лишь 10%. Всего там 1127 домов производилось начисление и, собственно, производилось оно на услугу РЦ. Соответственно, доставляются платежные документы жителям. По 119 даний участвуют по ним начисления делать, на услугу РЦ. В целом культура оплаты в Щёлково оставляет желать лучшего и находится на низком уровне. Это прослеживается с 2014 года. Она составляет в среднем 75%. Кто виноват, что в единую квитанцию забыли внести строку капремонт и почему собственники квартир вынуждены оплачивать сумму, копившуюся несколько лет, спрашивали за круглым столом представители общественной палаты округа и ассоциации председателей советов домов. Как взыскать недополученные средства, при этом не ущемив интересы пенсионеров и получателей жилищных субсидий? Вопрос, ответ на который пытались найти участники дискуссии. Как вариант, было предложено ввести рассрочку в погашении на срок до трёх лет. Мы сегодня конкретно разобрали, чтобы эту ситуацию разъедить. Коллеги из администрации просят, а вы людям дайте определенный документ, справки и так далее, что они не виноваты, они задолженность не специально эту нарастили. И тогда субсидии вот эти будут выдаваться, это не считается задолженностью, будет компенсация управлением соцзащиты. Вот это первое, что мы на сегодня, в принципе, разобрали и дали старт этой процедуре. Обязанность уплачивать за взносы по капитальному ремонту возникла у россиян с 1 мая 2014 года. Непопулярное решение принято Госдумой в ответ на растущие объёмы жилого фонда, нуждающегося в ремонте. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».